Всем привет! Меня зовут Акишева Светлана. Я дизайнер интерьера и мебели. И сегодня мы находимся в очень важном для меня месте. Мы в загородном доме в гостях у моих родителей. Мой отец архитектор, художник, скульптор. Одним словом, очень творческий человек. Он не только спроектировал этот дом, но и построил его своими руками. Ну, естественно, с маминой поддержкой. Сегодня я хочу показать вам 5 классных фишек нашего домика в деревне, которые вы можете использовать в своих проектах, загородных домах или дачах. А в конце видео, в качестве сюрприза, я познакомлю вас с автором этого дома. Ну что ж, приступим? Добро пожаловать к нам домой! Фишка нашего домика в деревне – это ручки. Ручки и замки. Они великолепны. Они просто великолепны. Они никого не оставляют равнодушными. Все, кто приходят к нам в гости, они просто влюбляются в ручки. Фишка в том, что нет повторяющихся ручек у нас дома. Они все уникальны. Они все в единственном роде. Это карельская береза. Любимый материал моего отца. Он очень мягкий. Из него здорово делать скульптуры. И плюс у него такая интересная фактура. Это, условно говоря, такая веточка, обработанная грубо топором. Плюс она прикручена саморезами, но это никак ее не портит. Давайте посмотрим, какие варианты этих ручек могут быть. То есть вот такая великолепная веточка. Вот здесь она большая, достаточно такая прям увесистая. Тоже карельская береза. Выглядит просто великолепно. Так, если здесь открыть, то здесь она выглядит вот таким вот образом. Очень забавно. Потом они не царапают руки. Они очень приятные. За них очень удобно хвататься. Так, ручки и замки. Вот, замки. Очень тоже крутая фишка. Смотрите, как великолепно выглядит ручка и замок. Просто посмотрите, какая это прелесть. Это просто веточка, которая саморезами прикручена к двери. А вот это замок. Это просто гениально. Это вот отец придумал это сам. Здесь прям колодочки. Из карельской березы. И между ними вот такая вот веточка. Веточка, которая передвигается. И получается такая вот засовка. Это гениальное решение. Это бесплатное гениальное решение. Так вы можете у себя в загородном доме решить проблему с замками и ручками. Выглядит просто великолепно. Я говорю, никого они не оставляют равнодушными. Вот еще одна наша дверь. Смотрите, какая изящная ручка. Это, между прочим, моя комната, когда-то была, когда я была малышкой совсем. Вот такая вот, такую изящную ручку отец мне подарил, скажем так. Это ручка в моей комнате. Вот так она выглядит. Покажу вам, как она закрывается забавно. То есть просто. Хоп. И засовка. Срабатывает. И таким образом, все, дверь закрыта. Это такой бюджетный, максимально эффектный внутренний замочек. Две колодочки, веточка и вот такая великолепная ручка. Итак, лестница в кабинете отца является вот такой второй фишечкой нашего загородного деревенского дома. Это тоже вариант, как можно сделать лестницу. Минимальными затратами, скажем так. И такой вот максимально эффектно, прикольную. То есть вы видите, это ступеньки. Это обычные доски. Видите, даже кора специально не снята. Это все специально. То есть не потому, что руки там не дошли или, ну не знаю, не хотелось это делать. Это все вот такая, это единая концепция. То есть это прям мечта отца. Вот эти вот брутальная такая обработка. Хотя, я говорю, тактильно это очень приятно. Мы любим сидеть на этой лестнице, ходить босиком. Кстати, мы по дому ходим босиком постоянно. Очень приятно ходить по натуральному дереву. И на фоне вот этой каменной стены дерево, конечно, смотрится очень тепло. Значит, ступеньки. Это у нас вот такие вот доски. Брутальные доски. Сейчас покажу, как вот они крепятся. Очень забавно. И все гениально просто. Это тоже такие маленькие кусочки, древесинки. Притом вот саморезы, гвозди. Отец их намеренно не скрывал вовнутрь. Просто ему хотелось максимально обнажить конструкцию. Сделать все вот так вот натурально, брутально. Такая совершенно простая конструкция, которую можете сделать даже самостоятельно. Либо с помощью строителей, такими-то минимальными средствами. Древесина может быть временной, либо постоянной. Видите, как забавно, да? Все вот эти саморезы, но они не портят. То есть вот в данной ситуации они не портят. Видите, они как бы дополняют, что ли, всю эту концепцию натуральности, брутальности. Да, вот вместо поручня это такое у нас ствол деревца тоненького. Это сосна. Только если я не ошибаюсь, вот это, по-моему, осина у нас беленькая. А все у нас из сосны. Отделка стены из сосны, пола, потолка, сама лестница. Вот эти поступенки, все это выполнено из сосны. Она выглядит вот так вот прикольно. Дополняет вот эту комнату. Можно использовать ее как вешалку. Ну что ж, друзья, мы находимся в кабинете у моего отца. Как вы видите, абсолютно все деревянное. Все на 100% выполнено из дерева. Мой отец по первому образованию художник и скульптор по дереву. Поэтому это его любимый материал. И выполнить вот такой кабинет в таком стиле, это была его мечта. Поэтому давайте посмотрим более подробно, как выполнена отделка. Давайте посмотрим на потолок. Интересная конструкция потолка. Она получается совершенно недорогая, но достаточно эффектная. Это можно использовать для загрованного дома, для дачи. Вот, есть большие балки, и к ним примыкают малые. И они идут разной формы. То есть не нужно париться, подгонять все под один размер. Это не вагонка. Я обращаю ваше внимание, что это выглядит совершенно по-другому. Я не знаю, предоставит ли это камера. Но здесь фишка в том, что потолок выполняется в три уровня. То есть первый уровень, вот это у нас балки идут. Между ними мы заполняем пространство деревянными досками. Притом их естественной формой. А сверху подшиваем еще одним рядом. И выглядит это очень самобытно. Да, вот, наверное, так рельеф будет выглядеть лучше. Такие заглушечки брутальные из дерева. Насколько вы их видите, хорошо. Вот в объеме. Можете использовать у себя в отделке. Если это дача, либо загородный дом. И нужно потратить минимум бюджета. И сделать такой вот прикольный, необычный вариант. Так, сейчас давайте обратим внимание на стены. Они тоже выполнены очень прикольно. То есть я сейчас расскажу концепцию. Дело в том, что отец хотел сруб. Но не удалось. Дом совершенно построен по другому принципу. И хотя бы один кабинет он хотел сделать вот в таком стиле. Полностью деревянный. Поэтому он вот такой вот приемчик применил. Это не то, чтобы блокхаус. То есть это четвертинка. Вот этот спил. Спил дерева. То есть это даже, наверное, даже половиночки. Вот, скажем так, половиночка бревна. Кругляка. Видите оно какое? Он топором просто протесан. Он необработанный. Вот он прям на стену, на утеплитель крепится. А пространство между ним отец заполнил еще более мелкими такими сучками. Это тоже очень прикольное решение. Выглядит это очень эффектно. Как видите, тоже не подбирались какие-то бревнышки без сучков. Все сучками. Все максимально натуральное. Вот я сейчас отойду, вам покажу, как это выглядит. Тоже это можно использовать в отделке. Если вы хотите добиться такой эффект сруба внутри дома, а у вас не сруб, то можете применять вот такую вот технологию. Видите, какой рельеф классный. Очень так получилось. Брутально интересно. Еще хотела обратить ваше внимание на стыки. На стыке стен. Я надеюсь, вы это хорошо видите. Но здесь вот выполнен стык веревочкой. Вот так вот выполнено примыкание, переход от потолка к стене. И вот эти стыки. Угол заделан такой вот натуральной толстой веревкой. А перемычки между бревнами, повторюсь, тоненькими веточками. Притом это просто веточки. То есть они не какие-то особенные. Их можно просто самостоятельно, вручную, просто соскоблить саму кору. И прибить маленькими гвоздиками. Отец ему специально вот эти все гвоздики оставил. Это все видно. Вот ему так все хотелось. Выглядит это действительно круто. Мне тоже это нравится. Смотрите, вот какая вот каменная стена. Но это не то чтобы стена. У нас внизу печь и дымоход. Делали такими большими брутальными камнями. Притом это действительно камни. Я не представляю, как это щель. Это на втором этаже находится. То есть это не половиночки. Здесь прям такие булыжники. Они действительно очень тяжелые. Но выглядит это прям очень эффектно. И сочетается с этими брутальными бревнами. Еще очень забавный прием. То есть как соединение. Как соединить вот такую брутальную каменную стену. Со стеной. Видите, какого приема мы прибегли. То есть вот вырезали. Это так забавно. Очень здорово. Хотя я работаю в другом стиле. Но вот такой стиль мне тоже очень нравится. Смотрите, как прикольно решена дверь. То есть вот эти откосы. Они решены такими тоже бревнышками. Сучками. Двери тоже выполнены вручную. Все это выполнено вручную. Я надеюсь, вы как-то сможете это увидеть. Вот окна выполнены таким же образом, как и двери. Они обрамлены такими поленьями. Их тоже можно найти в лесу. Вручную соскоблить кору. И вот так вот оформить в загородном доме оконные и дверные проемы. Так, фишка в том, что подоконник длинный. Он выпилен из такого большого бревна. Смотрите, он цельный. То есть он начинается от угла. И объединяет два окна вместе. И еще получается вот такая вот полочка, выступ. Видите, можно делать не из камня. Делать не из пластика. А делать из дерева. Но есть, конечно, минус. Дерево очень такой хрупкий материал. Здесь у мамы стоят цветы. И подоконник немножко повреждается от влаги. Вот это, конечно, минус. Но где влага не проникает, оно находится в идеальном отличном состоянии уже много лет. Пол вот такой весь брутальный, поцарапанный, специально. Специально здесь бревна разной ширины. Потому что отцу хотелось вот такой эффект, такого старого зашарпанного пола. Здесь тоже он заполнен достаточно интересно. В тандем с потолком идут такие вертикальные полосы. И к ним примыкают под прямым углом такие досточки разной ширины. Притом, обратите внимание, здесь все гвозди, оно все вот так вот специально, все это не заделалось. Все это наружу, все крепления. Ну, потому что отцу хотелось брутальности. И пол специально царапался. То есть прям отец брал мешок с какими-то старыми гвоздями и постучал попово для того, чтобы добиться вот такого вот эффекта. Такого брутального старого, из царапанного пола. Хотя он очень приятный, очень тактильный. Приятно ходить босиком. Вот, выглядит очень здорово. И это тоже такое решение, как можно минимальными какими-то средствами сделать вот такой прикольный пол. Сейчас покажу. 360. Ну, вот и отделка стены, отделка потолка, отделка двери, отделка окон, такой подоконник, такое вот старинное кресло с мехом. На нем коты постоянно обитают, наши котики. Сейчас их нету. Вот такие старинные часы, которые я побаиваю с детства. Вот это наши зверушки. Русско-голубая и тайская. Вот они здесь спят. Друзья, четвертая фишка нашего деревенского домика это барные стулья. Смотрите, какие они забавные. Смотрите, какие они самобытные и уникальные. Вот они даже ни на что не похожи. Их сделал мой отец. Выполнены они из карельской березы и спила сосны. Видите, какая у них брутальная ножка. Это веточки карельской березы. А вот эта перемычка сделана для того, чтобы ставить ноги, когда сидишь на этих стульях. То есть, такие стулья вы можете повторить и самостоятельно. Но понятно, что это уже будут не такие стулья. Они будут другие, потому что самая главная фишка этих стульев это их уникальность. Посмотрите, какие они крутые, какие они классные. Все, кто приходят в гости, они просто влюбляются в эти стулья. Они хотят на них посидеть, их потрогать, потому что они очень забавные, очень красивые. Видите, какой спил. Он уже весь потрескался. Но мы специально не заменяем, потому что нам нравится этот эффект. Дерево живет, дерево дышит, дерево трескается. И мы ценим это. Поэтому и не заменяем. Эти ножки, они собраны на обычные саморезы. А вот это воск. То есть, эти места, где были саморезы, они просто заделаны воском. Выглядит, на самом деле, здорово. Никак не портит общий внешний вид. Но фактура акрилитской березы, конечно, великолепная. Это любимое дерево моего отца и мою. Мне кажется, тоже. Видите, как красиво, да? Бесподобно. Вот такие барные стулья. На них очень удобно сидеть, на них приятно смотреть. Они вызывают различные ассоциации. Поэтому, когда к нам приходят гости, они разглядывают такие стулья и вот говорят, на что они для них похожи. А что вы видите, когда на них смотрите? Обязательно пишите об этом в комментариях. Итак, друзья, мы подошли к самому интересному и самому такому уникальному, самой главной фишке нашего деревенского дома. Это такой островок, такой уникальный островок, который зонирует пространство, который разделяет нашу кухню на две зоны. На зону готовки непосредственно и зону приема пищи. Это гостиная наша. Видите, какая интересная конструкция. Отец ее придумал и выполнен сам, своими руками. Дитя она выполнена из карельской березы. Вот это, конечно, великолепно, очень текстурно, очень красиво. Этой конструкции, между прочим, уже много лет, то есть ей не то 15, не то 18 лет, но не менее 15 точно. Дитя она жива, здорова, живет свою жизнь. На ней за это время появилось огромное количество различных цветочков, сувенирчиков, которые за эти годы жизни на ней появляются и появляются. Еще такая забавная фишка появилась у моих родителей. Видите, здесь как будто бы вот такое дупло. Из этого дупла вылазит вот такая вот сова, а у совы на голове сидит вот такой вот шнель. жук вот, а здесь птица и здесь тоже какие-то пчелы, которые населяют это все. Какие-то бабочки, цветочки. Вот так все это выглядит. нижняя часть она функциональная, мало того, что она зонирует пространство, она еще является хранением непосредственно с обратной стороны хранения, а вот эта фасадная часть, выполнена таким полукругом, чтобы не ударялись в угол, она обита мешковиной, сейчас я покажу, очень долго искали ткань, я знаю, что очень сильно заморачивались с ней, она такого красивого бутылочного цвета, я не знаю, насколько хорошо ее видно, цвет немножко все это искажает, она очень красиво бутылочного цвета, вот это вот такие дубовые, такие тоненькие полосочки, решеточка такая сделана дубовая, есть полочка для коктейлей с барными стульями, пожалуйста, когда приходят гости, с той стороны можно готовить, а с этой стороны можно вот сидеть, помогать, либо просто уже созидать весь процесс, все это выглядит очень самобытно, необычно, и никого она не оставила равнодушной, всегда, когда приходят к нам гости, все в нее влюбляются, все фотографируются, это прям фаворит нашего дома, вот эта варная стойка с другой стороны, надеюсь, вам видно хоть что-то, тоже она совершенно по-другому уже здесь выглядит, здесь стволы видны с другой стороны, видите, как прикольно сделано, то есть вот стволы, которые держат полочку, всю эту конструкцию, вот это такой ствол, который является крючком, там полотенце развешивают, видите, это зона хранения, она открыта, но поскольку, вот это, скажем так, хоз, часть со стороны посадной, ее не видно, то закрывать ее уже не стали, такая вот оперативная система хранения, хотя стойка очень сильно вместительна, мне кажется, у нас на кухне меньше места, чем в этой стойке, и так, друзья, я думаю, что финальную черту должен подвести непосредственно сам автор всей этой красоты и великолепия, создатель этого дома и мой отец по совместительству Акишев Федор Михайлович, встречайте! А что, можно начинать? Да! Ясненько, добрый день, меня зовут Федор, вот, этот наш уютный, теплый домик спроектировал я сам, это было очень давно, это моя была самая первая работа, и в первую очередь я сделал не для кого-то, а лично для себя, для наших деток, для нашей семьи, я не имею права утверждать и кого-то там убеждать в чем-то, что необходимо именно так выполнять, нет, каждый человек индивидуален и каждому человеку что-то нравится, что-то не нравится, кому-то кирпич, обои, камни, стекло, фарфор, необходимо при перемещении человека надо так, чтобы он ощущал разные настроения, разные позиции, у меня в этой комнате такое, в этой комнате мне приятнее, лучше работает и думается, в спальне устраивает то, что там более спокойно, обои, потолки разного решения, а что касается кухни, это отдельная тема, абсолютно, кухня в доме, какой бы он ни был, либо это квартира, либо это жилой дом, это должна быть самая-самая изюминка, где человек проводит максимальное количество времени, встречи, обеды, общения, и пиво попить, и самогоночки выпить, все вопросы порешать, это кухня, так что будьте добри, кухню делайте на максимум комфортно, шикарно, дорого, уютно и тепло. Ну что, друзья, как вам экскурсия по нашему дому? Как вам вообще такой формат? Если понравилось, то покажите пальчиком вверх и обязательно напишите свое мнение в комментариях. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, впереди еще масса интересного. До скорой встречи!